Николай Носов. Незнайка на луне. Читает актриса Алла Човжик. Часть первая. Глава первая. Как Знайка победил профессора Звездочкина. С тех пор, как Незнайка совершил путешествие в солнечный город, прошло два с половиной года. Хотя для нас с вами это не так уж много, но для маленьких коротышек два с половиной года срок очень большой. Наслушавшись рассказов Незнайки, Кнопочки и Пачкули Пестренького, многие коротышки тоже совершили поездку в солнечный город, а когда возвратились, решили и у себя сделать кое-какие усовершенствования. Тветочный город изменился с тех пор. Так что теперь его и не узнать. В нем появилось много новых, больших и очень красивых домов. По проекту архитектора Вертибутылкина на улице Колокольчиков было построено даже два вертящихся здания. Одно пятиэтажное башенного типа со спиральным спуском и плавательным бассейном вокруг. Спустившись по спиральному спуску, можно было нырять прямо в воду. Другое шестиэтажное с качающимися балконами, парашютной вышкой и чертовым колесом на крыше. На улицах появилось множество автомобилей, спиралиходов, труболетов, авиагидромотоколясок, гусеничных вездеходов и других разных машин. И это еще не все, конечно. Жители солнечного города узнали, что коротышки из цветочного города занялись строительством и пришли к ним на помощь. Помогли им построить несколько так называемых промышленных предприятий. По проекту инженера Клепки была построена большая одежная фабрика, которая выпускала множество самой разнообразной одежды, начиная с резиновых лифчиков и кончая зимними шубами из синтетического волокна. Теперь уже никому не приходилось корпеть с иголкой, чтобы шить самые обыкновенные брюки или пиджак. На фабрике все делали за коротышек машины. Готовая продукция, как и в солнечном городе, развозилась по магазинам, и там уже каждый брал, что кому нужно было. Все заботы работников фабрики сводились к тому, чтобы придумывать новые фасоны одежды и следить, чтобы не производилось ничего такого, что не нравилось публике. Все были очень довольны. Единственным, кто пострадал на этом деле, оказался Пончик. Когда Пончик увидел, что теперь можно брать в магазине любую вещь, какая только могла понадобиться, он стал недоумевать. К чему ему вся та куча костюмов, которая накопилась у него дома? Все эти костюмы, к тому же, уже вышли из моды, и их все равно нельзя было носить. Выбрав потемнее ночку, Пончик завязал свои старые костюмы в огромный узел, вынес тайком из дома и утопил в Огурцовой реке. А вместо них натаскал себе из магазинов новых костюмов. Кончилось тем, что его комната превратилась в какой-то склад готового платья. Костюмы лежали у него и в шкафу, и на шкафу, и на столе, и под столом, и на книжных полках. Висели на стенах, на спинках стульев, и даже под потолком на веревочках. От такого обилия шерстяных изделий в доме развелась моль. И чтобы она не изгрызла костюмов, Пончику приходилось ежедневно травить ее нафталином, от которого в комнате стоял такой сильный запах, что непривычному коротышку валило с ног. Пончик и сам пропах насквозь этим одуряющим запахом, но настолько привык к нему, что даже перестал замечать. Для других, однако же, этот запах был очень заметен. Как только Пончик приходил к кому-нибудь в гости, у хозяев сейчас же начинало кружиться от одурения голова. Пончика моментально прогоняли и поскорее открывали настежь все окна и двери, чтобы проветрить помещение. Иначе можно было упасть в обморок или сойти с ума. По этой же причине Пончик не имел даже возможности поиграть с коротышками во дворе. Как только он выходил во двор, все вокруг начинали плеваться и, зажав руками носы, бросались бежать от него в разные стороны без оглядки. Никто не хотел с ним водиться. Нечего и говорить, что для Пончика это было страшно обидно, и пришлось ему все ненужные для него костюмы отнести на чердак. Впрочем, главное было не это. Главное было то, что Знайка тоже побывал в солнечном городе. Там он познакомился с учеными-малышками Фуксией и Селедочкой, которые в то время готовили свой второй полет на Луну. Знайка тоже включился в работу по постройке космической ракеты, и когда ракета была готова, совершил с Фуксией и Селедочкой межпланетное путешествие. Прилетев на Луну, наши отважные путешественники обследовали один из небольших лунных кратеров в районе Лунного моря Ясности, побывали в пещере, которая находилась в центре этого кратера, и произвели наблюдение над изменением силы тяжести. На Луне, как известно, силы тяжести значительно меньше, чем на Земле, и поэтому наблюдение над изменением силы тяжести имеет большое научное значение. Пробыв на Луне около четырех часов, Знайка и его спутницы принуждены были поскорее отправиться в обратный путь, так как запасы воздуха были у них на исходе. Всем известно, что на Луне воздуха нет, и чтобы не задохнуться, всегда надо брать с собой запас воздуха. В сгущенном виде, конечно. Вернувшись в цветочный город, Знайка много рассказывал о своем путешествии. Его рассказы очень заинтересовали всех, и особенно астронома Стекляшкина, который не раз наблюдал Луну в телескоп. Свой телескоп Стекляшкин сумел разглядеть, что поверхность Луны неровная, а гористая, причем многие горы на Луне не такие, как у нас на Земле, а почему-то круглые, вернее сказать, кольцеобразные. Эти кольцевые горы ученые называют лунными кратерами или цирками. Чтобы понять, как выглядит такой лунный цирк или кратер, вообразите себе огромное круглое поле, поперечники километров 20, 30, 50 или даже 100, и представьте, что это огромное круглое поле окружено земляным валом или горой высотой всего в 2 или 3 километра. Вот и получится лунный цирк или кратер. Таких кратеров на Луне тысяча. Есть маленькие километров два, но есть и гигантские, до 140 километров в диаметре. Многих ученых интересует вопрос, как образовались лунные кратеры, а чего они произошли? В солнечном городе все астрономы даже поссорились между собой, стараясь разрешить этот сложный вопрос, и разделились на две половины. Одна половина утверждает, что лунные кратеры произошли от вулканов. Другая половина говорит, что лунные кратеры — это следы от падения крупных метеоритов. Первую половину астрономов называют поэтому последователями вулканической теории или попросту вулканистами, а вторую — последователями метеоритной теории или метеоритчиками. Знайка, однако, не был согласен ни с вулканической, ни с метеоритной теорией. Еще до путешествия на Луну он создал свою собственную теорию происхождения лунных кратеров. Однажды он вместе со Стекляшкиным наблюдал Луну в телескоп, и ему бросилось в глаза, что лунная поверхность очень похожа на поверхность хорошо пропеченного блина с его наздреватыми дырками. После этого Знайка часто ходил на кухню и наблюдал, как пекутся блины. Он заметил, что пока блин жидкий, его поверхность совершенно гладкая, но по мере того, как он подогревается на сковородке, на его поверхности начинают появляться пузырьки нагретого пара. Проступив на поверхность блина, пузырьки лопаются, в результате чего на блине образуются неглубокие дырки, которые так и остаются, когда тесто как следует пропечется и потеряют вязкость. Знайка даже сочинил книжку, которая писала, что поверхность Луны не всегда была твердая и холодная, как теперь. Когда-то давно Луна представляла собой огненно-жидкий, то есть раскаленный до расплавленного состояния шар. Постепенно, однако, поверхность Луны остывала и становилась уже не жидкая, а вязкая, словно тесто. Изнутри она была все-таки еще очень горячая, поэтому раскаленные газы вырывались на поверхность в виде громаднейших пузырей. Выйдя на поверхность Луны, пузырите, конечно, лопались, но пока поверхность Луны была еще достаточно жидкая, следы от лопнувших пузырей затягивались и исчезали, не оставляя следа, как не оставляют следа пузыри на воде во время дождя. Но когда поверхность Луны остыла настолько, что стала густая, как тесто, или как расплавленное стекло, следы от лопнувших пузырей уже не пропадали, а оставались в виде торчащих над поверхностью колец. Охлаждаясь все больше, кольца эти окончательно отвердевали. Сначала они были ровные, словно застывшие круги на воде, а потом постепенно разрушались и в конце концов стали похожи на те лунные кольцевые горы, которые каждый может наблюдать в телескоп. Все астрономы и вулканисты, инотеоритчики смеялись над этой Знайкиной теорией. Вулканисты говорили, для чего понадобилась еще эта блинистая теория, если и без того ясно, что лунный кратер — это просто вулканы. Знайка отвечал, что вулкан — это очень большая гора, на верхушке которой имеется сравнительно небольшой кратер, то есть отверстие. Если бы хоть один лунный кратер был кратером вулкана, то сам вулкан был бы величиной чуть ли не во всю Луну, а этого вовсе не наблюдается. Метеоритчики говорили, конечно, лунные кратеры — не вулканы, но они также и не блины. Всем известно, что это следы от ударов метеоритов. На это Знайка отвечал, что метеориты могли падать на Луну не только отвесно, но и под наклоном, и в таком случае оставляли бы следы не круглые, а вытянутые, продолговатые или овальные. Между тем, на Луне все кратеры в основном круглые, а не овальные. Однако вулканисты и метеоритчики настолько привыкли к своим излюбленным теориям, что даже слушать не хотели Знайку и презрительно называли его «боленистым». Они говорили, что вообще смешно даже сравнивать Луну, которая является крупным космическим телом с каким-то несчастным блином из прокисшего теста. Впрочем, Знайка и сам отказался от своей блинной теории после того, как лично побывал на Луне и видел вблизи один из лунных кратеров. Ему удалось рассмотреть, что Кольцевая гора была совсем не гора, а остатки, разрушившиеся от времени гигантской кирпичной стены. Хотя кирпичи в этой стене выветрились и потеряли свою первоначальную четырехугольную форму, все-таки можно было понять, что это именно кирпичи. Они просто куски обыкновенной горной породы. Особенно хорошо это было видно в тех местах, где стена сравнительно недавно обрушилась, и отдельные кирпичи еще не успели рассыпаться в прах. Поразмыслив, Знайка понял, что эти стены могли быть сделаны лишь какими-то разумными существами. И когда вернулся из своего путешествия, опубликовал книжку, в которой писал, что когда-то давно на Луне жили разумные существа, так называемые лунные коротышки или лунатики. В те времена на Луне, как и теперь на Земле, был воздух, поэтому лунатики жили на поверхности Луны, как и мы все живем на поверхности нашей планеты Земля. Однако с течением времени на Луне становилось все меньше воздуха, который постепенно улетал в окружающее мировое пространство. Чтобы не погибнуть без воздуха, лунатики окружали свои города толстыми кирпичными стенами, над которыми возводили огромные стеклянные купола. Из-под этих куполов воздух уже не мог улетучиваться, поэтому можно было дышать и ничего не бояться. Но лунатики знали, что вечно так продолжаться не может, что со временем воздух вокруг Луны совсем рассеется, отчего поверхность Луны, незащищенная значительным слоем воздуха, будет сильно прогреваться солнечными лучами, и на Луне даже под стеклянным колпаком невозможно будет существовать. Вот поэтому-то лунатики стали переселяться внутрь Луны, и теперь живут не с наружной, а с внутренней стороны, так как на самом деле Луна внутри пустая, вроде резинового меча, а на внутренней поверхности можно так же прекрасно жить, как и на внешней. Эта Знайкина книжка наделала много шума. Все коротышки с увлечением читали ее. Многие ученые хвалили эту книжку за то, что она интересно написана, но все же высказывали недовольство тем, что она научно необоснована. А действительный член Академии астрономических наук профессор Звездочкин, которому тоже случилось прочитать Знайкину книжку, просто кипел от негодования и говорил, что книга — это вовсе не книга, а какая-то, как он выразился, чертова чепуха. Этот профессор Звездочкин был не то чтобы какой-нибудь очень сердитый субъект, нет, он был довольно добрый коротышка, но очень, как бы это сказать, требовательный, непримиримый. Во всяком деле, он ценил больше всего точность, порядок и терпеть не мог никаких фантазий, то есть выдумок. Профессор Звездочкин и предложил Академии астрономических наук устроить обсуждение Знайкиной книги и разобрать ее, как он выразился, по косточкам, с тем, чтобы никому больше неповадно было такие книги писать. Академия дала согласие и послала приглашение Знайки. Знайка приехал, и обсуждение состоялось. Оно началось, как и полагается в таких случаях, с доклада, который вызвался сделать сам профессор Звездочкин. Когда все приглашенные на обсуждение коротышки собрались в просторном зале и расселись на стулья, на трибуну взошел профессор Звездочкин, и первое, что от него услышали, были слова. Дорогие друзья, разрешите заседание, посвященное обсуждению Знайкиной книги, считать открытым. После этого профессор Звездочкин громко откашлялся, не спеша вытер платочком нос и принялся делать доклад. Изложив коротко содержание Знайкиной книги и похвалив ее за живое яркое изложение, профессор сказал, что по его мнению Знайка допустил ошибку и принял за кирпичи то, что в действительности было не кирпичи, а какая-то слоистая горная порода. Ну а раз кирпичей на самом-то деле не было, сказал профессор, то не было, следовательно, никаких коротышек-лунатиков. Их же и не могло быть, потому что если бы они и были, то не смогли бы жить на внутренней поверхности Луны, так как давно всем хорошо известно, что все предметы на Луне, точно так же, как и у нас на Земле, притягиваются к центру планеты. И если бы Луна в действительности была внутри пустая, никто все равно не смог бы удержаться на ее внутренней поверхности. И вот тотчас притянуло бы к центру Луны, и он беспомощно болтался бы там в пустоте, пока не погиб с голоду. Выслышав все это, Знайка поднялся со своего места и сказал насмешливо, «Вы рассуждаете так, будто вам уже когда-нибудь приходилось болтаться в центре Луны». «А вы будто болтались», огрызнулся профессор. «Я не болтался», возразил Знайка, «но зато я летал в ракете и наблюдал за предметами в состоянии невесомости». «При чем тут еще состояние невесомости?» буркнул профессор. «А вот при чем», сказал Знайка, «да будет вам известно, что во время полета в ракете у меня была бутылка с водой. Когда наступило состояние невесомости, бутылка свободно плавала в пространстве, как и каждый предмет, который не был прикреплен к стенам кабины. Все было нормально, пока вода целиком дополняла бутылку. Но когда? Я половину воды выпил. Начались странности. Оставшаяся вода не держалась, надея бутылки не собиралась в центре, а равномерно растекалась по стенкам. Так что внутри бутылки образовался воздушный пузырь. Значит, вода притягивалась не к центру бутылки, а к ее стенкам. Это и понятно, так как притягивать друг друга могут лишь масса вещества, а пустота ничего притянуть к себе не может. «Попал пальцем в небо», сердито проворчал Звездочкин. «Сравнил бутылку с планетой. По-вашему, это научно?» «Почему же не научно?» авторитетно ответил Знайка. «Когда бутылка свободно перемещается в межпланетном пространстве, она находится в состоянии невесомости и во всем подавляется планете. Внутри нее все будет происходить так же, как внутри планеты, то есть внутри Луны. В том случае, конечно, если Луна изнутри пустая». «Вот-вот», подхватил Звездочкин. «Только объясните, пожалуйста, нам, почему вы втемяшили себе в голову, что Луна изнутри пустая?» Слушатели, которые пришли послушать доклад, засмеялись, но Знайка не смутился этим и сказал, «Вы бы сами легко втемяшили себе это в голову, если бы немного подумали. Ведь если Луна сначала была огненно-жидкая, то она начала остывать не изнутри, а с поверхности, так как именно поверхность Луны соприкасается с холодным мировым пространством, таким образом остыла и отвердела в первую очередь поверхность Луны, в результате чего Луна стала представлять собой как бы огромный шарообразный сосуд, внутри которого продолжало находиться что? «Еще не остывшее расплавленное вещество», закричал кто-то из слушателей. «Верно!» подхватил Знайка. «Еще не остывшее расплавленное вещество, то есть, попросту говоря, жидкость». «Вот, видите, сами говорите «жидкость»,» усмехнулся Звездочкин. «Откуда же в Луне взялась пустота, если там была жидкость садовая голова?» «Ну, об этом совсем нетрудно догадаться», невозмутимо ответил Знайка. «Ведь раскаленная жидкость, окруженная твердой оболочкой Луны, продолжала остывать, а остывая, она уменьшалась в объеме. Вы, надполагать, знаете, что каждое вещество, охлаждаясь, уменьшается в объеме». «Надполагать, знаю», сердито буркнул профессор. «Тогда вам все должно быть понятно», обрадовно сказал Знайка. «Если жидкое вещество уменьшалось в объеме, то внутри Луны, само собой, должно было получаться пустое пространство на манер воздушного пузыря бутылки. Это пустое пространство делалось все больше и больше, располагаясь в центральной части Луны, так как остававшаяся жидкая масса притягивалась к твердой оболочке луды, подобно тому, как притягивались остатки воды к стенкам бутылки, когда она находилась в состоянии невесомости. Со временем жидкость внутри Луны и вовсе остыла и затвердела, как бы прилипнув к твердым стенкам планеты, благодаря чему в Луне образовалась внутренняя полость, которая постепенно могла заполниться воздухом или каким-нибудь другим газом». «Верно!» — закричал кто-то. И сейчас же со всех сторон раздались крики. «Верно! Правильно! Молодец Зайка! Ура!» Все захлопали в ладоши. Кто-то крикнул. «Долой Звездочкина!»